Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь ко пришедшим к Нему иудеям. Глаголю вам, як отымется от вас Царствие Божие, и дастся языку творящую плоды Егом. И падай на камень и сем сокрушится, а на нем же падет, сотрит им. И слышавши архиереи фарисеи притчи Егом, разумеши, як о них глаголит, и ищущи Гуяти, убояшися народа, понежи, як пророка Егом и Мейху. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня четверг, 6 августа. Мы с вами читаем Евангелие от Матфея, читаем главу 21, 43 по 46 стих. Сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки, послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, пришедшим к нему иудеям, «Сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет, на этот камень разобьется, на кого он упадет, того раздавит». И слышав притчи его, первосвященники и фарисии поняли, что о них он говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Вчера мы читали с вами притчу о двух сыновьях, которых отец призвал к себе, чтобы они шли работать в его виноградник. Один сказал, «Не хочу», а просто раскаялся и пошел. Другой сказал, «Да, пойду, государь мой». Но в итоге ничего делать не стал. Испугавшись, видимо, каких-то трудов, сложностей, ну, возможно, просто решил, что, ну, и ладно, не пошел и не пошел. Что там со мной будет? Он же мой отец, не убьет же, в конце концов. Это притча о той разнице реакции на призыв Божий, на откровение Божие. Там говорилось о мнимых праведниках, которыми себя считали иудеи, многие, фарисеи это особенно, и тех людях, которых они презирали. Тари, плудницы, ну, кто-то еще мог быть. Считали, что, мол, по сравнению с ними там и точно хорошие. Но так вот получилось, что когда Бог предложил прийти поработать на Ниве его, да, то есть наследовать Царство Божие. А почему здесь пример-то с трудом таким вот связан? Потому что Царство Божие силой берется. К употребляющему силе наследует Царство Божие. Что действительно без труда оно не спастись. И вот получается, что потребность в изменении как раз внутри себя обнаружили люди, которых считали плохими, грешными. Именно они, исмирившись в том числе от этого всего, захотели новой жизни. И пошли за проповедью Иоанна Притечи, да, потому что Слово Божие Господа нашего услышали. Призыв апостольский. Мы знаем таких примеров очень много в истории святости христианской. Они были подобны тому сыну, который вначале не пожелал жить по совести, но после раскаялся и исправился. Ну а были те, кто вроде бы, да, согласен быть сыном Божиим, согласен быть чадом Божиим, но ничего для этого делать не будут. А вот сегодня мы с вами в Евангелии слышим продолжение этой истории, продолжение этой притчи. И Господь уже так вот явно и четко открывает, что сковоряю вам, иудеи, что отнимется от вас Царство Божие. Причем вот эти слова, сказанные Христом, не как окончательный суд, а как угроза. Причем угроза очень нереальная. То есть если вы не поменяетесь, то то, чем вы привыкли себя успокаивать, оно вас вообще касаться не будет. Чем все иудеи успокаивали? С нашим прадцем Авраамом у Бога заключен завет, соглашение. Бог обещал ему, что твои потомки, вот это будет особенный народ, что там мессия среди них явится и так далее. И сквозь века, через века, пройдя, иудеи привыкли тому, что они особенные. Они привыкли отличать себя от других народов, привыкли в итоге считать других людей хуже, чем они сами. Хотя если мы с вами посмотрим в историю народа израильского, то что скажем? Всего хватало. И предательствы, и лжи от Бога отпадали, и идолам поклонялись, чего только не было. Господь их и врачевал, и вразумлял, и испытывал, всякое было. Увел, вел. До определенного момента. Вот привыкли считать себя особенными. А вот когда человек, любой, считает себя чем-то особенным, чем-то таким непогрешимым, непоколебимым, даже в какой-то мелочи, ну что ж, тогда он становится очень в ненадежном состоянии. Тогда он начинает надеяться на самого себя. А самонадеянный — это всегда путь к погибели, путь к разрушению. Потому что проблема самости, она заключена в том, что человек самолюбивый, самонадеянный, он не ищет Бога, он не нуждается в Нем. Он себя убедил в том, что я и сам хорош. Зачем мне Бог? Я сам как Бог, в конце концов. Так вот и здесь пришел спаситель мира к Иудею. Они отказались, отказались его слушать. Ну, не все, но очень многие отказались. Почему? Мы сами знаем, как нам жить. Не надо нас учить. Не надо. Мы хозяева в нашем доме. Помните, как первосвященники, книжники, старейшины народа Христа спрашивали в храме Иерусалимском, какой ты властью-то делаешь? Кто тебе дал власть так поступать? Мы эту власть здесь раздаем, мы ее здесь имеем. От нас зависит, будут продавать здесь быков в храме или не будут. Захотим – будут. Не захотим – не будут. Все зависит одно от нас. Что это такое? Ну, вот такое вот состояние. Состояние самослепления собственной значимостью. Господь говорит, что, говорю я вам, отнимется от вас Царство Божие, если вы не изменитесь. А дано будет народу, приносящему плоды его. Какие плоды Господь ожидает? Это в ответ очень простой – святости. Святости. Причем святость не самосвятости, что я такой. А именно вот реальное изменение человека. Радость, мир, крутость, долготерпение, вера, милосердие. Как говорил апостол, на таковых нет закона, такие не судятся. Потому что зачем разбирать их? У них и так жизнь является, что у них происходит. Помните, Господь говорил, милости хочу, а не жертвы. Да, вы, иудеи, привыкли, приучили себя и научили себя к сложному богослужению. У вас все там вот, все отточено, все правильно, все вот по миллиметру выправлено. А в жизни вашей, самое главное, нет. Нет любви, нет сострадания, нет милосердия. А есть что такое? Спорите, ругаетесь, но другими превозноситесь. Слова, кто упадет на этот камень и разобьется, на кого он упадет, того раздавит. Но это слова касаемо самого Христа. Он является тем самым кругольным камнем. Отношение к Христу вообще определяет все состояние человека и участь человека, тем более вечности. То есть всякое сопротивление Христу, оно разрушает что человека, что общество какое-то, что народ. Вот откровение Божие. Господь четко здесь вот это говорит. Ничего не скрывай, что человек, определяйся дальше сам. Хочешь вечной жизни, хочешь Царство Божие, иди за Христом. Ну, возьми крест свой, то есть будь готов идти до самого конца, несмотря ни на что. Хочешь сопротивляться Христу, Господь говорил, кто не со мной, то против меня. Кто не собирает, тот расточает. Кто упадет на этот камень и разобьется, на кого он упадет, того раздавит. Что ты сможешь ему сказать, когда он придет во славе Отца своего с ангелами своими, судить всю Вселенную? Какой выкуп ты, человек, сможешь дать за душу свою? Какую власть ты сможешь ему противопоставить? Какое богатство? Ничего. Человек, у тебя нет ничего. Мы, люди, сами по себе, сами по себе отдельно взятые от Бога, мы ценностей не имеем вообще никакой. Вообще. В принципе. Слышав предчего, первосвященники фарисии поняли, что он о них говорит. Абсолютно правы. Старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Вот такие евангельские строки. Мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, главу 21, 43 по 46 стих. Всем нам напоминаю о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. И благословение Божие да пребудет со всеми нами. Абсолютно правы.